Обычный вечер в студенческом общежитии. Нужно подготовиться к парам, заглянуть на чай к соседям, обсудить преподавателей и внезапно вечернюю тишину в коридорах нарушают громкие звуки пожарной сигнализации. Конечно, об учениях ребят предупредили заранее, поэтому условно горящие здания все покинули организованно, быстро и сразу же в верхней одежде. При выходе студентов старосты по этажам, они фиксируют, кто из студентов, составляются списки, которые потом передаются в пожарную часть. Таким образом ведется учет всех, кто был в общежитии, кто эвакуировался. На улице уже слышатся звуки приближающихся пожарных машин, студенты схватили мобильные телефоны, чтобы снять происходящее и выложить в соцсети, а огнеборцы сразу же направились в общежитие. Ведь, по легенде, выбраться с этажа, где разгорелся огонь, удалось не всем. Группу ребят пожарной нашли на третьем этаже. Правда, не сразу. В коридорах и переходах общежития оказалось непросто разобраться, поэтому на поиски и эвакуацию пострадавших с помощью кислородного устройства пришлось потратить несколько минут. Тем временем, с другой стороны здания, помощи в окне просила студентка. Ее спасли с помощью автолестницы. Стоп, стоп, я же на воздухе. Так, еще ножку ниже. Так, еще ниже. Наблюдая за спасательной операцией, наша съемочная группа решила проверить работу пожарных и на себе. Сейчас в моих руках находится прибор обнаружения газодымозащитника, так называемый маяк спасателя. Его при себе должны иметь все пожарные, которые участвуют в спасении и тушении пожаров. Для того, чтобы, если человек остановился и не подает никаких сигналов в действии движения, в течение трех минут, сигнал с этого прибора поступает на пульт безопасности и его идут искать товарищи. После срабатывания прибор начинает невероятно громко пищать, так что не услышать его сложно. Следуя за звуком, пожарные быстро нашли меня в темных коридорах и в качестве пострадавшего товарища тоже вывели на воздух. По информации службы пожаротушения, тревога в общежитии на Горького срабатывает систематически, поэтому огнеборцы здесь частые гости. К тому же за последнее время в здании два раза горел мусоропровод, в который студенты выкидывали окурки и пепел от любовных гаданий, причем только ночью. Поэтому и учения решили провести в девять вечера, чтобы приблизить ситуацию к реальным условиям. Позже студенты вернулись в свои комнаты. Пожарные ответственные за безопасность и общежитие будут разбирать все замечания, которые удалось выявить во время учений, чтобы случаи реального пожара они не повторились.